Сказок мы хранители, приятели детей, а еще любители проказов и задей. Для детей актеры драмтеатра организовали настоящее новогоднее представление. Только вот обошлось все без традиционного хоровода и рассказа стишков. Но зато впервые в театре прошел утренник в необычном формате. Все началось с новогодней интермедией с участием Леда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. Это и поздравления, и веселье, и бесконтактные игры прямо на своих местах в зале. Ну вообще мы каждый год ходим в театр перед Новым годом. Детям это очень нравится. И так как сейчас ситуация в стране и в нашем городе не очень хорошая, это единственный, так сказать, способ поднятия настроения для детей и для нас тоже. Ну хорошо, что все хоть в театре есть, хотя бы так. Сейчас тоже не так, как обычно, не так, как в прошлых годах. Все на сцене будет, ну хоть так. Внутри него водится, с ним не хотят водиться, а все его подружки пиятки на рядушке. Водоросли безороз, добрый дедушка! После интермедии ребят ждала яркая музыкальная сказка «Кто принцессу поцелует». Поставил ее режиссер Батыгинского театра Дмитрий Турков. Сказка о том, как царь Егор собирается пойти на пенсию, но сначала ему надо выдать своих дочерей замуж и передать корону. К царевнам Алене и Алине сватаются женихи барон, султан и Аника воин. Все они рассчитывают на царскую корону. Только вот улыбнется ли кому-нибудь из них судьба? Множество забавных ситуаций, неожиданных сюжетных поворотов и удивительных превращений сопровождается специально написанной к сказке музыкой композитором Матыгинского театра. Спектакль очень яркий, динамичный, очень много танцев, много песен. Сам по себе яркий, очень хорошие костюмы сделала Оксана Руденко, художник нашего театра. Поэтому я думаю, что детям и даже родителям будет очень интересно, потому что даже шутки есть в театре не только детские, но и взрослые. Для этого спектакля музыку специально писал Николай Горлов. Он является композитором тоже в Матыгине, в театре Матыгинском. И всю музыку он писал вживую, здесь и сейчас, все создавалось вместе с нами. Особенность есть и в декорациях, но это пока останется главным сюрпризом для зрителей. Отметим, что представление совсем отличается от других. Сказка на новый лад для детей всем ясна. Все потому, что она современна. Но даже и в ней есть волшебство. Ты ворон, а я суда. И что?